Сегодня мы с вами продолжим уроки по трактату Недарим и закончим четвертую главу и начнем немножко пятую. Это страница 45. В конце четвертой главы я только хотел упомянуть одну интересную концепцию за счет того, сколько нужно людей, чтобы сделать хефкер. Так вот здесь приводится мнение, что из Торы можно сделать хефкер, даже если нету множества людей, которые это слышат. Двар Тора можно сделать хефкер, даже если один человек услышал, что ты что-то делаешь ничейным. На самом деле в каких-то ситуациях даже одного не нужно. Мы уже говорили про то, как работает Битуль-Хамец перед Песахом. Там же не нужно никаких свидетелей. Человек делает Битуль даже, когда он сам просто делает декларацию. Более того, Шухонарах пишет, что если у человека, скажем, животное оказалось в руках нееврея, он должен был вернуть его в пятницу, но не вернул. То теперь у меня же будет проблема, если мое животное работает в субботу. Не важно, что я сам не работаю, не заставляю это животное работать. Если я дал нееврею свое животное на прокат, например, или одолжил, то теперь если я нееврей заставляет мое животное работать, то я буду ломать этим запрет. Потому что Тора говорит, чтобы твое животное отдыхало. Так что делать? Говорит, Шухонарах сделать хефкер. Опять же, в принципе, человек может делать хефкер даже один на один, даже сам по себе, без свидетелей. И тем не менее, алиотхила обычно нужно трое. Поэтому в каких-то ситуациях мы стараемся сделать хефкер перед тремя. В обычных ситуациях раввины требуют, чтобы трое было, чтобы было два свидетеля, а третий мог забрать эту вещь, если захочет. Что иначе это не настоящий хефкер. Поэтому иногда советуют, вот, например, мы говорили про хамец в Песах, это все про обычный битуль хамеца. Тут достаточно, да, когда человек вообще не знает, есть ли у него хамец, он надеется, что он весь хамец нашел. Но если остался какой-то хамец где-то валяется, то достаточно сделать декларацию даже ему одному. Даже если декларация работает как хефкер, то не нужно ему перед кем-то это делать. Но вот некоторые раввины советуют в каких-то ситуациях, чтобы урну свою сделать хефкер, да, или свою часть в урне в общей, если, например, несколько есть евреев, которые живут в одном доме, и несколько из них нерелигиозные, и в урне валяется в том числе хамец. То свою часть этой урны говорят сделать хефкер все-таки перед тремя. Поэтому иногда приходится в наше время делать хефкер перед тремя. И также все, что связано с седьмым годом, там бывает, что нужно делать хефкер. Я сейчас не буду вдаваться в детали, но вот концепция, что делает хефкер перед тремя, упомянута в конце нашего четвертого перика. Пятый перик начинается с концепции, когда партнеры сделали и сурхана друг к другу. То есть два партнера, у них общий двор, и они запретили друг другу или самим себе иметь удовольствие друг от друга. Теперь у нас обоюдный и сурхана, и проблема в том, что как им теперь заходить в общий двор. Так вот, первое мнение Мишни, что даже ходить там не могут. Не то, что оставлять что-то, это очевидно, но даже ходить просто по двору они не могут. Потому что каждый, получается, использует частично двор второго. У каждого же есть право на этот двор. А Рабелезер Биньяков считает, и так халаха следует, что можно заходить, потому что считает, что каждый заходит в свою часть. Я сейчас немножко как прелюдию расскажу, что Гимора будет позже обсуждать подробно. Талмуд свяжет мнение Рабелеза Биньякова с концепцией Брейра. Я уже об этой концепции не раз говорил, мы встречали ее и в трактате Рувины, и в трактате Бейца, и в других местах. Значит, концепция эта будет еще много раз встречаться в Гитин, например. Концепция эта одна из самых сложных в Талмуде, и связана эта с тем, что иногда мы говорим, что то, что заранее произошло, уже разрешило то, что будет в будущем. То есть, как бы задним числом решается то, что потом было выбрано. Брейра от слова выбирать, борер. То есть, есть концепция Брейра. Если халаха, что Брейра работает, то тогда в каких-то ситуациях можно делать условие, что то, что произошло уже когда-то, произошло так, как нам нужно. Сейчас я приведу парочку примеров. Вот скажем, человек пьет вино, а потом только отделяет от него майсер то, что осталось на дне. Как такое может быть? Если он делает условие, как бы, что то, что потом останется на дне, это я имел в виду с самого начала, что это будет мой майсер. И потом в конце он отделяет майсер от того, что осталось на дне, и говорит, что это с самого начала было, как бы, суждено, да, было приготовлено для майсера. Или, скажем, человек не знает, в какую из двух деревень, которая находится около его города, придет мудрец, но он хочет к нему пойти в субботу и слушать его лекцию. И хочет сделать эйруф с условием. Эйруф Тахумем, да, чтобы можно было идти на восток, а можно было идти на запад. И он еще не знает, куда ему придется идти. А потом в субботу он выяснит, куда придет Хахам, и туда пойдет в результате слушать лекцию. То есть, опять же, он как бы условия ставит заранее на то, что произойдет в будущем, и потом задним числом выясняется, что эйруф, например, на восток сработал, так как туда пришел мудрец. И туда он в результате отправляется слушать его лекцию. Вот. Таких концепций еще много, да, есть Брера в отношении Гитин, когда Гетт пишется такой вот условный, и еще много подобных. И есть очень много диспутов, как мы постанавливаем Халаху. Так вот, здесь тоже вроде концепция Брера задействована, хотя многие мудрецы считают, что Брера описана здесь не совсем такая же, как в других местах. Так что обычно у нас Халаха, по большинству мнений, что Брера относится только к законам раввинов. В законах Торы мы должны быть строги в отношении Бреры. Но есть какие-то исключения. Вот здесь тоже, хотя это закон Торы, все же связано с Исургана, да, с Недер, если человек поклялся не иметь удовольствия, другого это же законы Торы. И тем не менее, здесь срабатывает Брера, как Рабелеза Беньяков, что можно заходить каждому в свою часть, так сказать. То есть такое впечатление, что как будто они заранее, когда покупали этот двор вместе, разделили, что каждый, когда будет ходить в каком-то месте двора, то на это время этот двор ему куплен. То есть изначально человек не в том, что покупает пол двора. Они купили вместе двор. Но как будто задним числом условие, что всегда, когда кто-то из них использует какую-то часть двора, это его часть двора с самого начала. Подобное тому, что я описал в отношении Майсера и других вещей. Это все вот концепция, связанная с Брера, но не совсем такая же, как в других местах. Поэтому есть мнение, что здесь еще в одном месте в Бабакаме похожая концепция, что есть Брера, которая исключение своего рода. Что это одно из исключений в нашей Мишне. То, что я хотел сейчас рассказать, как прелюдию к этому, но подробнее, может быть, будем еще касаться этой темы. И Брера, как я уже сказал, уже обсуждалась и будет еще обсуждаться не раз в нашем Талмуде, на цикле-дафьеме мы еще будем касаться этой темы не раз. И на этом я на сегодня закончу. Если вам нравится это видео, пожалуйста, жмите лайк. Субтитры сделал DimaTorzok